Девушки отдыхают Биткоин ниже 50 тысяч долларов. Глава Intel в Твиттере цитирует молитвы после обвала акций и увольнения 15 тысяч человек. Общие сокращения в IT-секторе за июль 100 тысяч. В Китае банкротятся подразделения уже рухнувшего застройщика Эвергранда, занимавшиеся электромобилями. В выходные взаимные удары беспилотниками, взрыв в пригороде Харькова. В Шибекине погибла женщина после попадания в многоквартирный дом. Пожары в Винницкой области и в Морозовском районе Ростовской. Под Луганском дальнобойными ракетами атакованы склады с топливом. Глава украинской разведки Буданов, Россия и Украина не смогут полностью разрушить энергосистемы друг друга, поскольку советская система была разветвленной и дублированной. Зам Лаврова Рябков, США больше не смогут давить на Россию. Придется договариваться баш на баш. Кадыров анонсировал победное окончание СВО уже в этом году. Украина получила первые 10, а в 16 из 79 Зеленский записал на их фоне обращение. Смертность на Украине втрое превысила рождаемость. Польская речь Посполитая пишет о дефиците кадров в стране в связи с усыханием миграционного потока с Украины. В Верховной Раде заявили, от мобилизации скрываются 800 тысяч. В Ковиле протесты против задержания мужчин. Нью-Йорк Таймс пишет о любовном кризисе в связи с исчезновением мужчин из крупных населенных пунктов Украины. Молдавия начала совместные учения с Румынией и Пентагоном. После разгрома колонны Вагнера новые власти Мали разорвали депотношения с Украиной. 70 депутатов Европарламента требуют заморозить участие в Венгрии в Шенгенской зоне после того, как та пошла на визовые послабления для граждан России. Германия предлагает наказать Венгрию и восстановить погранконтроль. Будапешт в ответ. Остановка нефтяного транзита со стороны Киева была произведена по указанию Евросоюза. В Сербии Вучич предложил провести референдум о доверии себе. Оппозиция там готовит протесты против заключенных властями соглашений о добыче лития с Брюсселем и транснациональной корпорацией Рио Тинта. Агентство СНП снизило рейтинг Украины до выборочного дефолта. В то же время Всемирный банк перечислил ей 4 миллиарда долларов безвозмездной помощи. Евросоюз ввел санкции против 27 белорусских силовиков и журналистов. За июль государство выплатило нефтяным корпорациям 142 миллиарда рублей демпферных компенсаций для сдерживания цен на бензин. Тем не менее рост продолжается. 95-й в среднем по стране уже 58 рублей. Минфин в 5 раз сокращает покупку золота и валюты после серьезного недополучения нефтегазовых доходов в июле. В то же время Центробанк в 2,5 раза нарастит продажи юаней. Рафайзен приостановил открытие брокерских счетов физлицам. Россети предлагают повысить ставку подключения граждан к электроэнергии в два раза до 10 тысяч рублей за каждый киловатт. Минпромторг заявил о сохраняющейся зависимости от импортных комплектующих для производства дронов. Шойгу прилетел в Иран на встречу с силовиками и позишкианом. Депутат местного парламента Османи призвал к ликвидации Нетаньяху. Израильские самолеты вторглись в Ливан и на бреющем полете прошли над Бейрутом. А военные сообщили о ликвидации министра экономики Хамас. По Газии нанесены новые удары, разрушены несколько школ и больниц. Власти США и Британии призвали своих граждан покинуть Ливан любым способом. Блинкин сообщил Большой Семерке, что удар Ирана и Хизбаллы по Израилю неизбежен. Израильская пресса пишет о возможности превентивного удара по Ирану. КНДР заявила о переброске 250 новых ракетных пусковых установок к южной границе. В Бангладеш смена власти почти 100 погибших. Протестующие ворвались в резиденцию премьера. 70-летняя Хасина Вазет, руководящая четвертый срок подряд, успела сесть в вертолет и перелететь в Индию. Индия приостановила железнодорожное сообщение. Армия обещает сформировать новый кабинет. Демонстрации начались в середине июня. И стали ответом на планы властей забронировать треть государственных должностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость в 1971 году. Бангладеш – второй торговый партнер России в Южной Азии. С длинными контрактами Росатома и Газпрома. Из-за массовых беспорядков на национальной почве британское правительство созывает чрезвычайный комитет Кобра. Ранее премьер Стармер назвал погромы ультраправым бандитизмом и пообещал возмездие. Противники миграции атаковали два отеля с беженцами. Сторонники миграции вышли на улицы с ножами и топорами. Первоначальным поводом стало нападение 17-летнего выходца из Руанды на культурное мероприятие в Саутпорте. От ножевых ранений там скончались трое детей. Киргизия намекнула на выход из Евразийского экономического союза из-за антимигрантских облав в России. По делу о мошенничестве задержан директор подведомственного Минобороны парка «Патриот». В розыск объявлены бывший антидопинговый босс Родченков и уральский политолог Крашенинников. В Феодосии задержаны 9 участников избиения чемпиона России по боксу. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Московский суд приговорил к длительным срокам проектировщиков нового самолета-заправщика Ил-78 для ВКС. Их обвинили в мошенничестве и эффективном трудоустройстве. Защита не согласна. Полковник Квачков отправился в пешее паломничество по стране, не дожидаясь рассмотрения административного иска в связи с его критикой СВО. Две трети москвичей променяли бы автомобили на развитый общественный транспорт. Еще треть почти согласна на это. В то же время власти города расширили зону платной парковки от 40 рублей в час еще на 88 улиц. Элитное жилье в столице подорожало до полутора миллионов за квадратный метр. В омских школах расформировывают классы из-за дефицита учителей. С начала года налоговые штрафы принесли бюджету на 70% больше доходов, в том числе за счет блогеров. Песков заявил, Путин обладает уникальным мозгом. Дугин, мы готовы ко второму пришествию. В связи с продолжающейся пессимизацией Ютуба, оставайтесь с нами. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и подключайтесь к телеграмму Агитпроп. Продолжение следует...